Эксклюзив для наших телезрителей. Стивен Сигал обратился к ростовчанам по скайпу. Об этом и не только расскажут корреспонденты Южный регион инфо и я, Алина Николаева. Смотрите в выпуске. Кто засоряет реку Тимирник? Городские власти призовут виновных к ответу. Многое знает и все понимает. В Ростове побывал общительный робот Алантин. Кто ты? Я настоящий живой робот Алантин. Заместитель заведующего кафедры робототехники МТИ. Платье, прическа, макияж. Пока ростовские школьницы готовятся к выпускному, наши корреспонденты подсчитали затраты. Есть кое-какая примета о том, что нельзя показывать платье свое выпускное, иначе в жизни будет все сумбурно. Донская Минприрода обещает разобраться с ситуацией вокруг реки Тимирник. Туда продолжается сброс канализационных стоков. Они идут из 200 квартир дома на территории бывшего санатория Ростовский. Здание построено с нарушениями действующего законодательства. Ранее отведение сточных вод осуществлялось благодаря работе канализационной насосной станции. В настоящее время она находится в собственности частника и никак не эксплуатируется. Как следствие, загрязнение Тимирника и неприглядный облик парковой зоны. Кроме того, жители жалуются на неприятный запах. Глава комитета по охране окружающей среды отметил, водоотведение от дома должна обеспечить управляющая компания. Администрация Октябрьского района готовит исковое заявление в суд. Таким образом, собственника хотят обязать восстановить канализационную насосную станцию. А вот за спасение родного северного жилого массива берется герой программы «Городская среда». Следующий выпуск посвящен улице Волково. Когда-то, рассказывает местный житель Иван Крикун, здесь был благоустроенный оазис. Размещены клумбы и уложен ровный асфальт. Но с годами все пришло в упадок. Магазины и офисы, которых здесь вдоволь, позаботились только о прилегающих к ним пешеходным дорожкам. А площадка, отведенная теперь под парковки, оставляет желать лучшего. Разбита, развалена, все заросло бурьяном. Значит, бывший бетон, прутья наружу выйти. Люди смогут зацепиться, убиться. Газоны превратились в какой-то непонятно, то ли это бурьян какой-то, то ли степ какая-то невыжженная какая-то и так далее. Вот газон, который сделан был красиво когда-то, развалился. Идешь, картина неприглядная. Сердце кровью обливается, когда смотришь, во что превратилась эта красавица улицы. В конце концов, такое состояние дороги просто небезопасно для стариков и детей. Несчастные случаи на улице Волково уже бывали. Подробности смотрите в новом выпуске программы «Городская среда» на телеканале РБК «Южный регион» и Росток на ТВ. За последние две недели у 11 маленьких ростовчан диагностировали энтеровирус. Среди заболевших – воспитанники нескольких детских садов. Все малыши были госпитализированы, и двое из них уже выписаны из больницы. Как сообщают в Управлении здравоохранения, заболевание протекает в легкой и средне-тяжелой форме. Проявляется высыпаниями на коже и на слизистой оболочке рта. В дошкольных учреждениях, куда ходят инфицированные, провели дезинфекцию. Как отмечают специалисты, в отличие от июня 2013 года, когда в городе вспыхнул вирус китайского происхождения, сейчас речь идет об обычном так называемом летнем гриппе. Медики напоминают, меры по его профилактике такие же, как и при любой кишечной инфекции. Для питья нужно использовать только кипяченую или бутилированную воду. Обязательно мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи. Свежие овощи и фрукты ополаскивать кипятком. Купаться в официально разрешенных местах. При проявлении первых признаков болезни, а таковыми является повышение температуры и боли в животе, обращаться к врачу. Я напоминаю, впереди обращение звезды Голливуда Стивена Сигала. А пока к другим темам. Ростов посетил необычный гость. Заведующий кафедрой роботехники промобот Алантим приехал, чтобы познакомиться с донскими учеными и студентами. Он обожает общение. В его базе 100 тысяч языковых модулей. Благодаря этому Алантим улавливает интонацию человека. А это значит распознает эмоции. Кроме того, чудо технической мысли умеет узнавать и запоминать тех, с кем разговаривал раньше. И практически мгновенно находить любую информацию. Дарья Зимина познакомилась с умным андроидом. Кто ты? Я настоящий живой робот Алантим. Заместитель заведующего кафедрой робототехники Рентей. Когда-то это было только мечтой. Сейчас стало реальностью. Общаться с Алантимом просто. Все, что нужно, громко и четко произносить предложение. Ответы на вопросы робот сначала ищет в собственной базе. Потом обращается к общим данным андроидов своего класса. Если поиск не дал результатов, отправляет запрос в интернет. Это был обычный стартап, который участвовал в проекте. Generation S победил. И вот как раз эта модель сейчас развивается. Компания успешна. И, в принципе, выходит на международный рынок уже. Алантима разработали в Перми. Его основная задача – вывести общение между роботом и человеком на новый уровень. Промобот собирает данные о своих сописедниках. Поэтому при следующей встрече он обязательно узнает своего приятеля. В этом ему помогает встроенная камера, которая находится между голубых глаз. Алантим распознает эмоции. Благодаря этому может шутить и даже читать стихи. Общение с этим человечным механизмом оставляет только приятные впечатления. Очень интересно, необычно. Да, все верно говорите. Алантим не единственный в своем роде. Его собратья-промоботы созданы для работы с людьми. Сейчас роботов можно увидеть в нескольких пермских торговых центрах. Они выполняют работу консультантов. Алантим стал первым роботом в своей семье, которому удалось занять пост научного сотрудника. Робототехника в России у нас развивается активно. И в дальнейшем, возможно, сейчас, помимо Алантима, этих роботов 15, их будет больше, и они будут в совершении. И дай бог, чтобы это было так. Возможно, лет через 20 на улицах роботы будут таким же обычным явлением. По прогнозам специалистов, роботы могут заменить людей в ряде профессий. В идеале, технические новинки будут заниматься однообразной монотонной работой. Так, например, в будущем будут популярны робот-уборщик и робот-бурильщик. Дарья Зимина, Максим Шапошников, Южный регион, Инфо. В Ростове уже скоро появятся первые универсальные медиасолдаты. В ДГТУ проходит защита дипломов на факультете медиакоммуникаций и мультимедийных технологий. Степень бакалавра готовится получить 22 студента. Но сначала им предстоит доказать свою профессиональную состоятельность аттестационной комиссии. На суд преподавателей и приглашенного председателя представляют не только научно-исследовательские работы, но и обязательное творческое приложение, креативные презентации, всевозможные раздаточные материалы и видеоролики. Как и положено настоящим медийщикам. Ну, естественно, волновалась. Дрожь была до последнего момента. Но когда вышла уже на сцену, уже увидела добрые лица, надеюсь, членов аттестационной комиссии, то уже нормально вошла в ритм. Были, конечно, моменты, когда чуть-чуть заикалась, чуть-чуть импровизировала. Но не все бывает идеально на таких презентациях. А готовилась, наверное, дни и ночи, не видела жизни без диплома. Бакалавры защищают выпускные работы в течение двух дней, чтобы было достаточно времени на презентацию результатов исследования. Регламент здесь не установлен. Выступления никакими рамками не ограничивают. Максимум свободы для самовыражения. Уже в июле студенты 4-го курса факультета медиакоммуникации и мультимедийных технологий получат дипломы и станут первыми медиаспециалистами широкого профиля. Преддипломные волнения им пока не знакомы. Ростовские 11-классники только преодолели ЕГЭ и вовсю готовятся к своему выпускному балу. В Донской столице общегородской праздник пройдет в ночь на 26 июня на набережной. Но не у всех эти торжества и вручения аттестатов совпадут с гуляниями в ресторанах. А это дополнительные траты. Как везде успеть и во сколько обойдется родителям школьный финиш, выяснили наши корреспонденты. Совсем скоро она получит долгожданный аттестат. Медалистка к главному событию этого года в выпускному вечеру готовилась не один месяц. Чтобы не переживать о своем наряде во время экзаменов, Людмила купила его еще до горячей поры. Сколько часов девушка провела в поисках платья своей мечты, страшно представить. Признается, что помогла мама. Я пришла в магазин и все. И все как в тумане дальше. Я его взяла, пошла в примерочную. И дальше он у меня просто лежал в пакете, я несла его уже домой. Для каждой девушки важно, чтобы платье было особенным. Торговый центр предлагает большой выбор вечерних нарядов. Разброс цен от 3-4 тысяч почти до бесконечности. В интернете цифры более демократичны. Что как нельзя кстати, ведь в этом году многим выпускницам предстоит блистать в двух образах. В более строгом 25 июня в единый день вручения аттестатов и в свободном для веселья в ресторане. Туфли, украшения, прическа – все должно соответствовать. Однако хвастать своими покупками друг перед другом выпускницы не спешат. Мы с девочками договорились, что именно все увидим друг друга платье на выпускном. Потому что есть какая-то примета о том, что нельзя показывать платье свое выпускное, иначе в жизни будет все сумбурно. Но некоторые из них шили и именно ткани показывали. Они такие яркие, голубые, синие, розовые. Покупка платья – пол-дела. Прическа, аксессуары и макияж играют важную роль в создании образа. В общей сложности это выльется минимум в 5000 рублей. Если все подобрано правильно, восхищенные взгляды обеспечены. Большинство девушек отдают в этом вопросе предпочтение профессионалам. Они сделают все, чтобы укладка держалась всю ночь. Специалисты напоминают – важно знать меру. В моде – естественность. Очень много дом-мод во время своих показов показывают, конечно, безумно потрясающие прически, которые подчеркивают индивидуальный и естественный стиль очаровательной девушки. Которая неким образом, скажем такими мелкими деталями, подчеркивает ее индивидуальность и особенности именно в образе, волосах и черты лица. Для того, чтобы более уверенным быть в своем образе, именно до окончания всего мероприятия, лучше обратиться к профессионалам. Подготовка к выпускному – занятие не только хлопотное, но и дорогостоящее. Цены за вечер в ресторане достигают 10-12 тысяч человека. Так, общие затраты доходят до 30 тысяч и выше. Однако родители выпускников к тратам готовы, чтобы каждый ребенок запомнил день прощания со школой на всю жизнь. Наталья Бешкарева, Дарья Зимина, Владимир Дудник, Южный регион.Инфо. Стивен Сигал обратился к ростовчанам и пообещал скоро приехать. Установить видеосвязь со звездой Голливуда удалось в медиапарке Южный регион. Общался со Стивеном Сигалом отечественный актер и спортсмен Олег Токтаров. Напомним, он приехал в Ростов, чтобы презентовать первый международный фестиваль искусств «Бридж оф Артс». Его открытие пройдет в Донской столице в августе. Сказать пару слов жителям нашего города Сигал должен был еще 19 июня во время пресс-конференции. Однако видео включение сорвалось. Привет, Стивен. Доброе утро. У нас 10 утра. Как поживаешь? Доброе утро, Стивен. Все хорошо. Это великолепно, что вы немного говорите на русском. К сожалению, далеко не всех, кто был в России, интересует русская культура и русский язык. Вы знаете русский, а значит, вы действительно любите нашу страну. Всемирно известный актер признался, что знает еще несколько русских слов. Ведь семья его отца родом из Владивостока и Санкт-Петербурга. Сигал рассказал, что рад быть вовлеченным в работу международного фестиваля. Олег Токтаров, в свою очередь, не упустил возможности пригласить американского коллегу на Донскую землю и даже предложил начать съемки в нашем регионе. Для меня это будет честью. Я планирую посетить Россию. С моей рабочей группой мы обязательно приедем в Ростов для того, чтобы познакомиться с регионом и как можно скорее начать работу там. Это должно быть действительно здорово. Добавлю на открытие фестиваля, которое пройдет в Драмтеатре имени Горького, ожидается визит многих отечественных и зарубежных звезд. Завершится Бридж оф Артс 23 августа. Мы обязательно будем следить за ходом международного фестиваля в Ростове. А на этом у меня все. Я прощаюсь с вами. До встречи.